Вот так маленько покажешь, что Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 336. События дня. Якова, как эпиграф беру. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. А приучаясь с детства любить ребятишек, везде-везде учат любить этот мир. Мы же в мире, мы не можем белой вороны выглядеть. Белой вороны и нету нигде. Как ей выглядеть? Подделываются под мир, чтобы не оттолкнули. Я свой интересный, я был когда в Америке, в стеноде спросил, вот как вот так вот, царь Николай курил, курил. И с этими папиросами в кармане его расстреляли. Ну зачем он это делал? Ну видите, это, ну, он офицер, полковник был. Так чтобы его в свое общество приняли, офицеры, надо быть как все. Царь приняли, да за встречу с ним все благодарны. Ну он что, мальчишка какой? Он царь-то наоборот. То есть объяснение с верх ногами поставили. А если бы заметили, что царь курит, а с ним желает познакомиться какой-то офицер малого звания, тогда понятно было бы, что подделываются. А царю зачем подделываться? Не пришел, да и... Чего не пришел-то там, толпы вокруг него. То есть ответа нет. И показывает, дочь лежит на стене, Анастасия эта, с папиросой. Я говорю, а это как? Ну мы сами думали, ну как вот так. То есть двойной стандарт. Табак, зло и все. Ну просто поставить, кто бы ни курил. Если курил царь-то хорошо, а курит подчиненный плохо. Зло является злом в любом месте. Уста курящего демонская кадильница. Ян Корештадский. Так и здесь. Не надо быть другом миру, не надо. И заисклить перед ним не надо. Они о тебе будут думать, так скажут. Какое это имеет значение? Думать все время надо, что Господь, как в его глазах. Во свете Библии рассматривать. Ну и к этому относятся. Вот не любите мир и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей Божьей. Первое Иоанна. Об этом говорит. Евангелие от Иоанна. Два места. Потому что у нас есть Слово, мы поступаем по Слову. Ну и ролик, кто еще не смотрел. Слово для всем ушедшим из православной церкви. Вот, прочитайте далее, что дается. А зачем написал? Это написано было мусульманин, который он меня тут нашел. Это такие места, которые я выписал. Беседа с мусульманами. Места писания. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Ждал с нетерпением ролик с вашими комментариями в Декарте. Признаться, был готов. Бит много. Благодарю за пояснение. Я тоже посмотрел, вернулся назад. Спрашивает, когда вам вопросы задают, а неужели вы все ответы это знаете? Конечно нет. Как Бог? Связь с Богом. Ты молишься, Бог отвечает. Вот образец, это Неемия. Первая, вторая глава, книга пророка Неемия. Его спросил царь. Ты, знаешь, печален? Ты болен? Нет. Вот представьте, говорят, Сталин, если заметил собеседник, глаза там где-то бегают, все, сгинул в ГУЛАГе. Так это я, говорю, я сильно испугался. А чего испугался-то? Я помолился дальше. Ну, когда там вокруг стоят вельможи, стоит еврей перед ними, молился перед державным владыкой. Дома молился. А здесь сказал, спаси одно слово. И Бог услышал и расположил сердце царя. И так здесь задают вопрос. Все время же молишься о молитвом состоянии, и Господь сразу открывает. Все-таки по старости кости другие делаются, хрупкие боли. Почему шейку и бедра ломают? Она, которая борется, поднимут друг друга, ударит вниз головой, и шейный позвонок не ломается. Я не хочу, чтобы ломались кости-то, но это уже время. Я не хочу, чтобы забывать что-то, но память ослабевает. Я сам вижу, что, которые места много раз повторял, то помнится. А которые новые считаешь, еще раз надо посмотреть. В другой раз даже и наименование какое-то прочитаешь там. Клинтон, Хиллари. Сколько раз знал, и все равно надо было глянуть опять. Какой вера она? Она методистка. А этот теперь Трамп избрали кто? Вот первый православный в Америке будет. Нет, он не православный, преситерианец. А что такое? Зарядите преситерианство. Главное, что, чтобы у них нет епископа. То есть это такая же секта. Секта. Это отдельно, в определенном году она возникла, от Кальвина там пошло, от Шотландии, Америка разъехались. Ну, можно посмотреть и сказать. Он верующий. Правильно, он верующий. И Труману не мешало верующими быть и две атомные бомбы сбросить. Не мешало. Сталин был семинарист. Ему это не помешало сто миллионов заглотнуть. Гитлер был крещеный, в церковном хоре пел, не помешало ему развязать войну. 50 миллионов сгинуло. Это еще не все. Крещение-то надо думать, соответствует ли этому крещению. О Декарте. Там вот такой он знатный, у католиков был. И вот его канонизируют могут там. Как на это смотришь? Я сам не знаю как. Вот иногда молимся. Ну, сейчас мы считаем одну славу. Псалтирь это 20 кофейзм, 150 псалмов. А кофейзма разбита на три, как славы называется. Зачитаешь славу отцу и сыну, а потом опять ищешь славу отцу, а потом все, три. Тогда будет кофейзма. Одна двадцатая часть псалтыри. Ну, мы считали по полной кофейзме, а иногда по две. Ну, и считает, молодые стоят рядом. Прочитает, ну, совсем одну букву не так поставить, а сразу останавливаю и разворачиваю назад. Считает снова. Считает снова неправильно. Грамотный человек, считает хорошо. Считает снова. Тогда третий раз считает, а как, после спрашивает, а как вы узнали, что тут не так? Не знаю. Не знаю. Вот в церковно-славянский язык, там измучание-то другое, чем по-русски. Раньше было. Если я стою, слушаю, там несколько, два-три слова, чтобы понять смысл где-то, я мог точно сказать, какая книга, какая глава, какой стиль в Библии, откуда взято это, что считается. А как вы могли сказать? Понятия не имею. Просто всплывает как бы цифры, и все. Бог, Бог. Человеку это невозможно. Это невозможно. Когда вот начинаешь говорить, молиться надо об этом. Памяти нет. На кухню зашел Рейган уже, будучи на покой отправленный. Рональд, ты не знаю, зачем зашел. Это его, там кто ему прислуживал, он говорит, ну как, что с него спрашивать-то? Адгеймер, или какая там болезнь, потеря памяти? Надо молиться. Ослабевает память, ослабевает силы, не пренеберегись, а отцом своим. Об этом говорит, говорится в Святой Библии. Память. Если памяти нет, это очень плохо, трудно. Я некоторым своим говорю, запиши, что тебе надо-то. Бумажку в карман. Я записал, да и забыл, что у меня в кармане там есть. Вот уж ничего не сделаешь. Надо тренировать память, развить. Вот об этом говорится, укуплена анафема. Когда он учился в семинарии, там, говорится о священнике, чудовищно развил память. Чудовищно. Какое-то такое выражение. Надо все время считать, интересоваться, считать молитвы на память пророков, апостолов. Вот мы молимся все время. Родные, близкие, знакомых. О всех поминать на молитве. И тогда ты будешь знать, а что здесь ответить? Оно сразу всплывет у тебя ответ. Меж тем, вчера на занятиях слушатели воскликнули. Так мы-то уже слушатели воскликнули. Мы-то уже третьекурсники. И верно. По милости Божией, это так. Кажется, только вчера началось первое занятие, где меня с вашей книгой к истинному православию в руках чуть не сбросили с капитры. Сегодня же это близкие люди, братья и сестры. Это Юрий Соболев. Он преподает в Государственном университете в Красноярске. Я не боюсь сказать, где он. Он не боится ничего. Этот человек. И в академии. И при церкви ведет вот эти, при епархии курсы. Народа много приходит, слушает. Слава нашему Господу и Богу Иисусу Христу за его дивные дела. Мой благодарный поклон вам. Еще пишет. И смотрел, и считал вчера Игнатий Тихонович. Признаться, засматривать ролик не стал. Тошнотворно. Это ролики, где Сергей Козлов беседует с Дмухой Александром. Ну и тот гонит такую муру, как говорят. Иначе не назовешь. Общаясь с вами не первый день и будучи, как мне кажется, неплохо знакомым с вашими печатными видеоматериалами фигура Адмухи для меня знакома. Скажу словами апостола Ипсамопевса. Не обманывайтесь. Худрые сообщества развращают добрые нравы. Всегда жирным курсивом выделяю. Первый корень. Блажен муж, который не ходит на совете счастливых. Общение с подобными людьми мне нисколько неинтересно. Зачем мне собирать эту заведомую лживую блевотину, изрыгаемую устами всего оратора. В кавычках. Еще рассуждать о ней. То есть я ему взял и скинул материал. Посещение ролика большое. Я везде в интернет дал знать, что есть такой ролик. И там он беседует и внизу я дал комментарии четыре. И люди, которые становятся на его стороне этого человека. Они-то не знают не встречались и не были. С ним никто не может ужиться. Ни родные, ни близкие. Нигде. То есть крайняя наглость, поношение все. Ну, я говорю, даже у него теща, жена, члена нашей община. И тесть баптист и даже отказал к этому, чтобы не приходил. Ушел от нас баптистом и оттуда пришлось выплеснуться. То есть никому никогда не подчинялся. Вот как-то человек перешел эту грань, все, нет жертвы за грех. И когда говорят, а как можно узнать, похурил человек Духа Святого или нет. Вот как образец. Можно посмотреть на человека этого. Мне видится так, что ему возврата нет. Он все поносит, все, и святое, таинство, и церковь, и лживый на каждом шагу лжет. И что можно сделать? Ничего, только плакать и молиться. Мы были близки с ним. И поэтому для меня он не чужой, я все время о нем молюсь. И все время под хахат. Скажет и хихи, скажет хихи, я сколько я об этом предупреждал. Нельзя этого делать. Не хочу этого зрительного и умственно касаться. С превеликим удовольствием лучше себе время употреблю на прослушивании ваших проповедей или лекций отца Геннадия Фаста, не говоря об изучении слова. То есть он на первом месте. Храни вас Господь Игнать Тихонович. Александр из Днепра. Игнать Тихонович, прошло две недели после нашей беседы по скайпу. Вы сказали, можно зайти через две недели. Собираемся завтра с Божьей помощью связаться с вами около 13 по Москве. Это Александр из Днепра. Видите, вот я всем говорю, если надо, то такое-то время можно позвонить с двух часов по московскому времени, ночи, до 14, до 16. Вот до этого времени можете позвонить. По-нашему, чтобы не позже восьми было. А у нас разница на Алтае на 4 часа с Москвой. Вот один сейчас лезет, звонит и звонит и звонит. Взрослый человек. Я сказал, напиши, здесь я или нет. Сначала под скайпом напиши, попросись, скажи. Сразу начинает поступать не так. поэтому еще и не связи, ничего нет. А это вчера уже побеседовали. После Днепра. Он говорил вначале об Израиле, переезжать желает. И вчера вопросы, все обдуманы, записаны. Вот конструктивная у него программа. Я ее ролик назвал так. Шаг за шагом возвращение домой. Домой православной церкови. И только в Израиле. Вот. И о Десятине вчера прочитал. Вот зарядите вот такие слова. Десятина в Библии Александра Болотникова. Или вот сюда поставьте контрол, нажмите и ткните курсор, и откроется это. То ли адвентист или кто. О Десятине говорит правильно. Александр Украина тоже этот самый говорит. Вот про этого человека мы спрашивали. Иван Данилович Березенчук. Нам говорили, что это бывший епископ православной церкви, видимо, который был гоним в России. Не знаю такого был в России гоним ну просто не знаю. Православный был гоним в России. Он у нашей бывшей общины рукополагал братов. Он вроде из Коша Хабеля и в Москве он был вот фото. Ну если он был и пошел к баптистам и рукополагает, так не бывает. Если он перешел к баптистам, он еще ничего, он уже не епископ. Это же правило определенное. А так любой керетикам пошел на рукополагал и будет настоящая церковь. Так не делается. Если где он думает рукополагает, тут тщательно разбор есть. Письменный договор будет, что никогда нигде они не будут делать то-то и то-то. И у меня я сам думал об этом и у меня есть как бы уже написанное, что это. Ну в первую очередь никогда и нигде эти люди не будут говорить хульные на церковь созданную Христом православным. Второе, чтобы никогда нигде не поносили Божью Матерь. Третье, о тысячелетнем царстве, что оно началось на Голготе. То есть сразу сказать, тема немного. Я указал не более пяти пунктов, которые незыблемо должны быть, иначе все это откидывает от церкви. Он уже не в церкви будет. Нет, ушел православным, был гоним. Не знаю, не видел такого. Трамп исповедует пресвятерянство, Клинтон методизм. Вчера прочитал. Вот просится один человек ко мне в друзья в моем мире. Ну, у меня есть ответ. Я отвечаю. А ничего нету там. Бывает крест, еще крест такой, вот так вот масонский крест, неровный, а вот с такими как бы сходится на нет. Это не православный крест, это не крест, хотя в виде креста как бы разные цветочки заворачивают. Если наяву вам кто-то будет предлагать другу по телефону и назначить встречу, и вы пришли, а там или сканеры, или зверь некий, или нарисовали пейзаж машины, и никаких данных о том, почему на тобой так насмеялись. А вот в интернете это можно себе позволить и уже вошло в глупейшую моду. Перед Богом каждый есть личность, имеет свое лицо и прочие индивидуальные данные. Так что подобные насмешки на предложение дружбы, пусть даже и виртуальные, обратите сами на себя, что и вам также будут предлагать под видом дружбы любую смятую бумажку, храм, или даже икону щего-то там, крест. И кого вы введете к себе, отнеситесь к дружбе серьезней. Этим рассуждением я вас не отталкиваю, а приближаю. Мы, может быть, будем еще и настоящими друзьями, как так полезны друг для друга во Христе Иисусе, в деле спасения наших бессмертных душ. Я никак не привыкну, что люди ни имени не показывают, ни откуда, говоришь в пустоту. И почему мне в жизни за 75, я еще раньше писал, за 77 лет скитания по земле не пришлось ни разу, ни единой бумажки выпустить без лишней подписи, без указания своего точного адреса. Тем более в моем мире, на форуме или сайте и во всех публикациях. Не в укор, говорю, а просто в недоумении, кому отвечать-то. Мои телефоны на каждом столбе в городе можно было прочитать, когда объявление давало лагеря. Вставьте свое фото и анкету заполните. И снова сделайте запрос о дружбе, если видите в ней необходимость и пользу. Фото без темных очков должно быть. заходите на наш сайт Мой Мир. Тут у нас 20555 фото. Дальше считайте, что тут есть. И наш форум 1602 темы новые. Наш видеоканал вот он какой. Тут 5883 видео. Отвечает человек Митрополит Феофан. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Я полностью разделяю то, что вы написали выше. Что интересно, другим я когда так пишу, и он исчезает больше никогда. А бывает так, нахально еще раз, еще раз. Человек сбился с пути. Ну, ответил я тебе, ты еще не считал. Я снова ему это же самое напишу. Мой ответ вчера и сегодня один и тот же. Вот я начинаю иногда проверять, которые друзья уже приняты. Принимал-то я люди, лица, а они в это время меняют и там еще что-то. Бывает пакостный рисунок. Я их уже выкидываю навсегда. Один раз проверил. 400 человек выкинул сразу. 400. Просят там друзья, посмотришь, вроде бы там нормальные у него видео, фото. Но по объективным причинам я не могу публичнее выставляться без очков. Нахожусь во фронтовом городе Донбасса. Мы с вами заочно знакомы уже лет 20. Начало было положено в моем мире. Какое-то время переписывались. Потом я ушел от интернета, что периодически делаю для очистки от скверны, с которой в интернете приходится иметь дело. Вот видите как. Ну на протяжении многих лет я смотрел за вашей деятельностью, молился о вас и продолжаю молиться. И как мог, как мог, то есть какие-то возможности видимо, помогал, репосты, комментарии, поддержку. А когда вы опубликовали в открытом доступе свои книги, скачал их и с интересом считаю. И другим рекомендую прежде всего бумажный их вариант. То есть я откуда знаю приходят люди. Рад, что я не одинок в своих поисках. Вы фактически излагаете то, что я переживаю внутри и о чем говорю другим. Потому мы малочисленны, общины небольшие, что люди не хотят отказываться отказываются от греха, которые являются нормой жизни большинства и бегут от обличающих. Я тоже далек от совершенства, но стремлюсь к этому. Будьте совершенны, как совершенны отец ваш небесный. Сведения указаны в моей анкете, верные. Я сам бегу от лжи и других удерживаю. Ссылки, которые вы мне дали выше, неизвестны. Я их просматриваю наши ресурсы. Но все равно благодарю за напоминание относительно ложной дружбы. Увы, с нечестными людьми приходится общаться. И, что самое скверное, льстивые выпытывают, а потом грязью поливают. Поэтому я тоже сейчас к предложениям дружбы отношусь с осторожностью. Привык верить людям, оттого и страдаю иногда. Но проповедующую деятельность в интернете не оставляю, если я и мне подобное, а также вы уйдем из интернета, то лукавый вообще распоясается без отпора. Хоть малое число душ, но приводим к спасению, подсказываем, направляем. Простите, что отобрал у вас время. С любовью Христовой и Пиафан. Я сразу отверял его дружбу. А другой, я думал, даже может это и бывает какой-то там человек, то Гриди Шейнштейна поставит фотографию, то Путина. Ну не Путин же мне пишет. И вот впереди говорили там с кем Сергей Козлов беседует и комментарии. Я дал комментарии большие, подробные. Главное, что этот человек лжет, эти некоторые люди, а они нормально это златули, то есть такого же духа, лживый дух. А я говорю, он говорит облуде, облуде, а сам-то прелюбодею настоящий. Я и должен сказать, если я знаю, другие-то не знают, он обольщает. И далее он на эту тему говорит, я и подробно сказал, чем он занимался, как был. Прям нападает, да можно ли, он упал, лежит, а вы его пинаете, он упал и не лежит. Он рыскает, говорит, по интернету, от моря до моря, делает с сынами гиены. Выступают и говорят уж, батюшка наш прослушал, до конца не мог даже дослушать, говорит, ушел на улицу сначала. Богохульник этот Александр, неверующий, по всей вероятности похуливший духа святого. Вот так я скажу. Ну и показать наши ресурсы, хотя бы немного знали. Вот, в моем мире, вот сюда заходите, знаете, Латкин, там есть я еще с Голубем, так это надо сюда заходить, а то контрольные. И тут можно переписывать все и проще. Вот это наш форум, вот он как, очень хорошо составлен. Кто думает форум себе заводить, зайдите, посмотрите. На Пасху все будет красным, играть будет песнопение при вступлении. Пост будет, сейчас все будет покрыто темным, то есть все время смотрит модератор, не я составлял, но и наш православный видеоканал открытым оком. Посещают, есть люди, подписчиков 5 319, просмотров 4 миллиона и проще. То есть нас отнесли к СМИ, к средству массовой информации. Кто это за этим смотрит? Поэтому мы теперь все время глядим, чтобы не нарушать правила СМИ. Вот, а то сегодня я обычно ставлю 5, 6 или 7 роликов. У нас все открыто, абсолютно все. Вот, а то что, 55 минут? Ну, тут сегодня немного трудные такие темы. Воскресный день. Вот, малыш Романов вышел. Сейчас, где он? Вот он. Так. Вот, вышел он уже в интернете. Ну, и наш самый большой ресурс это «Восвете Библии». Православный библейский сайт. Вот здесь книги, которые считали все мои книги, 41 книга. Вот здесь вопросы и ответы. Вот справа 55 папа. Ну, а тут для Слов Божия не откриваются. Это как почти все из документов. Одна книга про нас потеряевку и прочее, что о нас печатали. Все было, не все, но часть была собрана. Новый Завет с толкованием, который вышел. Плаженный Фетилак. К истинному православию. Вот так, ткните в него к истинному православию. И вот здесь дальше Слово Божие Священное Писание о молитве, о покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению. Вот считайте, что здесь написано в заголовке. На какой странице? Только ткни в это и все. Вот. Ну, допустим, о церкви. Вот это важно. Страница 90. Вот я сейчас ткну в нее. Вот она открывается. Смотрите, сколько. Сейчас я продвигаю. Считать не будете. Вот где жирным курсивом это выдержки Святой Библии. Дальше. Это что говорят святые отцы? Что об этом написано в житиях святых? Что говорят каноны об этом? Видите, огромный материал вот какого-то числа, жития, скобка. Такого материала вообще нету в интернете. Нету. Нету. Это 1173 жития, из них я беру именно по теме. Это я проворачиваю показать, какой большой материал на одну тему. до церкви. Ну, а дальше о посте. А еще о посте сказать, вот примерно сказать. О посте вот я сейчас проворачиваю это вот выдержки из Библии. На каждый день какой пост, что можно есть и не есть. Все здесь есть. Петров, Пуспенский. Каждый день, каждый, вот, январь, все не покажешь. Вот, посмотрите. О милостыне. Ну, вот так. А какие свои местные здесь, сижу на одном месте. Братья, снег тут разгребают, богослужения. Кто придет, иногда взводит, надо принять, побеседовать или что-то. Никаких таких событий нет, как потеряевки. А что тут делать? Голубям слазил, накормил с кошками на улице, птичек покормил, собак на улице. Все, тут больше живое движение нет, а больше нет. Сейчас снег не бросаю. что-то поясница болит. Богу нашему слава. слава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok